Как вычислить лжеца? Исследования показали, что 60% людей солгут 2-3 раза в течение 10 минут. Доверие жизненно необходимо в бизнесе и в личной жизни. Думаете, что вас обманывают? Тогда обратите внимание на это. Моргание. Нормально моргать раз в 10-12 секунд, когда вы говорите правду. Люди моргают реже, когда они лгут. А затем моргают 8 раз чаще, чем обычно. Внезапные движения. Обратите внимание, когда спрашиваете человека о чем-то. Лгун может отдернуть резко голову или неожиданно повернуть. Это говорит о том, что они стараются быстро придумать ответ. Противоположное движение. Лжец может выдать правду при помощи жестов. Например, кивать, когда говорит отрицательные вещи. Или покачивать головой, когда соглашается. Но учтите, что в некоторых странах кивки головой имеют противоположное значение. Ёрзание. Лжец обычно нервничает и часто ёрзает. Когда человек ёрзает всем телом, это явный показатель обмана. Также надо обращать внимание на постукивание пальцами. Или дергание одежды. И различных предметов. Замирание. Не все обманщики дергаются и ёрзают. Некоторые замирают, когда начинают придумывать на ходу. Необходимо отмечать естественные движения людей и замечать неожиданные изменения. Касание лица. Тревога по поводу лжи часто приводит к оттоку крови от головы и ушей. Это приводит к ощущению прохлады и покалыванию. Лжец также может неосознанно прикрывать рот или глаза. Остерегайтесь тех, кто постоянно трогает себя за лицо. Повторение. Лжец часто будет повторять свою историю снова и снова. Честный человек не будет ощущать необходимости снова и снова что-то доказывать. Так что обращайте внимание на человека, если он в разговоре часто повторяет одно и то же. Проблемы с речью. Стресс может вызвать сухость во рту, из-за чего начинаются сложности с речью. Если человек постоянно облизывает губы, неуверенно говорит и использует много звуков и заполняющих пространство слов, это может означать, что он лжет. Враждебность. Если вы ведете себя подозрительно, то лжец может проявить агрессию и начать вас обвинять, указывая на вас пальцем и повышая голос. Это две тактики запугивания. Если кто-то ведет себя странно и агрессивно, это может означать, что он что-то скрывает. Нервное дыхание. Когда человек нервничает, то он начинает активно дышать. Лжецы обычно тяжело вздыхают и дышат ртом. Из-за этого их голос может срываться к концу фразы. Смотреть влево. Говорят, что лгуны смотрят влево, когда обманывают. Это городской миф. Исследования показывают, что смотреть влево или право не имеет ничего общего с обманыванием. Никогда больше не верьте лагунам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова